Добрый вечер, уважаемые предыдущие, приветствую вас на вебинаре, который посвящен основным событиям прошлой недели. Традиционно встречаемся с вами, чтобы провести разбор полетов, еще раз обратить внимание на самые важные события. Я думаю, что не лишним вы не снова сконсорить на них внимание, тем более, что будучи коммунисталистами, мы все прекрасно знаем, насколько важно быть в курсе всего происходящего. Потому что финансовые рынки – это та среда, где генераторы основных движений могут появиться в одно время, но проявить себя во всей красе могут уже и в другое время. Поэтому, строя долгосрочные инвестиционные идеи, мы понимаем, что рынок зачастую может что-то недооценивать, что-то переоценивать. Мы знаем то, что любой курс, любой вектор денежно-кредитной политики, который проводится регуляторами, он, безусловно, базируется на очень важных индикаторах. Индикаторах в целом состоянии всей экономики, активности в сфере услуг, в промышленном секторе, показатели рентиляции, розницы, темпы экономического роста. И все это напрямую определяет действия, соответственно, одну секундочку, друзья, еще в закровении браузера сторонников, чтобы нам не мешали. Все те отчеты, которые мы анализируем, конечно же, мы стараемся разобрать через признак влияния на векторы польской монетарной политики. Потому что это важно, ведь именно действия национальных регуляторов по монетарной политике, я имею в виду программы количественного смягчения и процентных ставок, формируют долгосрочные взгляды, представления о валютных инструментах, мы ими спекулируем. Но еще разбавляя, опять же, наш анализ прочим финансовым активным и товарным сырье, разбираем, что и облигации, основном, американские, потому что они являются эталоном среди всех дуговых бумаг, и, между прочим, американские трежерисы, они напрямую и влияют на долг, а долг и оказывают влияние на освои компонентов и на те настроения, которые на рынке присутствуют. Так. Ну, друзья, я думаю, что те, кто хотел присоединиться, соответственно, к нашему вебинару, уже в сборе, напоминаю, что это прямой пик, запись состоится, точнее, запись, она параллельно идет, мы опубликуем уже на канале на YouTube, запись появится уже завтра. А поскольку вебинар посвящен основным событиям на прошлой неделе и тем, макроэкономическим отсчетом, по поводу которого я доведу, я думаю, что правильно будет сказать, что его актуальность сохранится на протяжении всей недели. Ну что, друзья, давайте теперь начнем прям по порядку. Сразу хочется сделать акцент на то, что мы видим европейской валюты, потому что открытие было, мягко говоря, на минорной ноте, евро-доллар протяло в район 1.17 и от 31, и я уже был уверен, ну, наконец-то мы пошли в район 1.15. И когда довелось разорваться с фундаментом, который стал причиной такого резкого ослабления евро, я еще больше, опять же, подкрепил свое ожидание того, что основания для еще большего ослабления евро присутствуют, потому что мы говорили о серьезных политических, ну, не то чтобы потрясениях, серьезных политических рисках. Вы знаете, что любим мы развивать события, ну, стараемся копать поглубже, чем это делают многие, поскольку, нам бы сказать, только такой подход, может быть, и если и не сразу позволяет определить истинные тренды, то, по крайней мере, иметь представление о локальном формирующемся тренде и о том, что произойдет с активной дискуссией, это неправильный подход, и нам считаю, что это удается. Как вы знаете, друзья, речь идет о политическом риске, который был представлен тем, что Ангелор Меркель, который занимает, собственно, пост канцлера Германии, сообщила о явном провале попытки сформировать коалиционное правительство, поставив на сомнение собственное будущее и создала потенциальную угрозу для проведения новых парламентских выборов. Очень долго Меркель пыталась договориться со свободной демократической партией, по-моему, даже больше месяца, и все эти попытки уже ни к чему не привели. Соответственно, как могут обстоять дела дальше? Либо партия Меркель, как вы знаете, как истинно-демократический союз, согласится остаться правительством по меньшинству, либо все-таки речь пойдет о том, что Ангелор Меркель сможет победить президента Германии провести дослочные национальные выборы. Ну, с одной стороны, вроде бы как это было логично, но с другой стороны, мы понимаем, что, возможно, такой сценарий будет и вряд ли рисун, потому что последние выборы состоялись буквально в сентябре. Почему также крайне маловероятно, что Меркель согласится на формирование правительственного меньшинства? Потому что если это будет так, значит, за политику будет отвечать не Меркель. То есть Меркель не сможет лоббировать решения и протаскивать их через парламент, потому что она в парламенте не будет иметь необходимого большинства. И фактически ей придется соотносить свое видение с позицией оппозиции, ну, действительно, так и есть, простите за тавтологию, с позицией альтернативных политических партий, которые присутствуют в парламенте. Но для Меркеля это обычно не свойственно. Это железная, скажем, леди, которая гнет свою линию, и, разумеется, раньше одобрение со стороны актрессионеров ей не нужно было. Сейчас это то, что мы видим в плане политики, и еще одно подтверждение существенных рисков, которые пока что не очень-то охотно появляются в динамике евро. Но можно сказать, что это не значит то, что трейдеры полностью проигнорировали этот фундамент. Я думаю, что, возможно, трейдеры не до конца осознают эти риски, которые сейчас присутствуют. И вот так получилось, что рост европейской валюты совпал с резким ослаблением доллара. Точнее, если разговаривать, ну, расставить все точки над «и», именно слабый доллар, что отлучение того укрепления главного валютного риска, который мы с вами наблюдали. К сожалению, дела очень плохо обстояли в начале недели не только у евро, но и у доллара. И если евро под конец этот смех смог выбравиться и добраться до сентябрьского максимума, доллар и японская иена так и осталась. Под давлением как пара. Американец терялся, соответственно, стоя массовой позиции. А вот японская валюта крепчала. Помимо этого, друзья, мы сейчас остановимся чуть подробнее на паре доллар-японской иены, но я думаю, что перейдем непосредственно к оценке фундамента по доллару, когда торговая сессия у нас будет связана с выходом какой-то означенной статистики. Чтобы сохранить преемственность именно торговых сессий, я предлагаю сейчас перейти уже к прошлому турнику и начать, разумеется, разбор полетов с того, что у нас демонстрировал австралийец, потому что австралийская валюта обновила июньский минимум, все правильно, на отметке 0,7530. И я снова призываю вас, друзья, обратить внимание на эту валютную пару, потому что, на мой взгляд, австралийская валюта будет стоить гораздо ниже под конец этого года, то есть еще месяц у вас есть, чтобы присоединиться к данному трейду и попробовать на нем заработать. Тем более, что в основу идеи по продаже австралийца ложится конкретная ситуация в рамках резервного банка Австралии и ситуация, которая складывается в целом в австралийской экономике. Чтобы разорваться в ней, достаточно вспомнить последние, опять же, протоколы такого же последнего заседания резервного банка Австралии, в соответствии с которым была подтверждена позиция того, что текущая монетарная политика, напоминаю, что резервный банк Австралии проводит мягкую экономическую политику, как это делают и зеландские центральные резервные банки, как это делает, собственно, и европейский центральный банк. И эта политика полностью соответствует тем, обозначенной цели по экономическому наросту и по индексу потребительских цен. Я не устаю повторять, друзья, о комментариях, которые, на мой взгляд, имеют крайне важное значение для того, что будет составляться дальше и с определением тех изменений, которые могут произойти с монетарной политикой. Это комментарии, которые были сделаны непосредственно резервным банком Австралии, о том, что большее укрепление обменного курса австралийца приведет лишь к одному, к замедлению потребительской активности. И если мы будем говорить о спаде потребительской активности, мы будем говорить, собственно, и о низкой инфляции. Большой неожиданностью для всех рынков, и для меня скучно, стали комментарии, опять же, от резервного банка Австралии, о том, что есть сейчас очень серьезный риск для дальнейшего экономического роста в национальной экономике. Этот риск отставлен в низких значениях не только потребительской активности, но и в низких показателях производительности от труда. Я, кстати говоря, раньше не обращал внимания на данные параметры, но теперь буду следить за ним вдвойне, потому что если сам резервный банк Австралии отметил риск слабой производительности труда, то это, конечно же, лишает экономику еще одного густа, триггера роста потенциального, который мог бы тащить ее даже в свете слабых показателей от потребительской активности. Но тут получается, что на экономику будут давить, опять же, сразу два провальных сектора, которые, в конечном счете, заставят резервный банк Австралии как минимум придерживаться той мер экономической политики, которая проводится сейчас. Можно ли использовать эти комментарии как обоснование того, что резервный банк Австралии очень нескоро поднимет процентную ставку? Я думаю, что по меньшей мере именно это и нужно делать. Ведь если вспомнить про комментарии того, что большее укрепление обмена вопроса австралийца может замедить экономический рост, то, конечно же, резервный банк Австралии не будет повышать процентную ставку. Если мы сейчас, друзья, обратим внимание на то позиционирование, которое присутствует по росту процентных ставок, то трейдеры полагают, что резервный банк Австралии осмелится с 50% вероятностью на повышение процентной ставки в первом полугодии 2018 года. Я позволю себе рискнуть и сказать то, что в 2018 году этих мер мы с вами не дождемся. Не созреет резервный банк Австралии на такой серьезный шаг, потому что, на мой взгляд, монетарное руководство Резервного банка Австралии весьма расчетливо, весьма прагматично и уж точно не будет совершать ошибки, такие как буквально некоторое время назад совершили руководители банка Канады. Вы помните, у нас был сразу целый цикл повышение процентных ставок сначала в летний период, потом в сентябре. И каждый раз, когда эти решения поднимались, мы работали с комментариями о том, что экономика готова к этому. Те экономические стимулы, которые ранее действовали с 2015 года для Канады, они привели к своим положительным результатам, и сейчас пришло время к тому, чтобы ставки повышать. И вот, по прошествии каких-то недолгих, скажем так, по меркам деятельности государства, трех месяцев, банка Канады уже озвучивает совершенно другую риторию о том, что они поторопились к повышению процентной ставки, потому что это решение привело к резкому курсу национальной валюты и, соответственно, замедлил экономический рост. Я думаю, что это не то, чтобы прецедент. На эти грабли наступали уже многие регуляторы, но сейчас со стороны канадского регулятора это была, на мой взгляд, крайне непростительная ошибка, и руководство Резервного банка Австралии, конечно же, видит, каким последствием приводит преждевременное назначение курса. Вот почему, друзья, я рекомендую вам рассматривать пару строительств против доллара только с точки зрения занятия долгосрочных коротких позиций, потому что это та сделка, которая уже принесла хороший профиль, и это та сделка, которая еще может дать вам прибыль до конца этого года, потому что мы сейчас находимся все-таки не на крайне, скажем, минимальных значениях, когда Резервный банк Австралий может уже оставить в покое комментарии о высоком обменном ходе. Нет, он периодически к ним возвращается, я это делаю вместе с вами, поэтому рекомендую сохранять ССЛ, если вы еще не продлить австралийца. Еще раз прикиньте, готовы ли вы, опять же, положиться на тот анализ, который, ну, это мое субъективное мнение, конечно же, на тот анализ, который я сделал, на то видение, которое у меня есть в отношении того, что будет вас с полицей, чтобы тему подорговать. Дальше идем. Британская валюта на протяжении всей прошлой недели держалась в диапазоне 1,3150, 1,3250. И вот более-менее интересные движения пошли только под закрытие недели. Если вы торгуете британцем, то наверняка могли заметить, что сегодня на первой торговой сессии этой недели мы видим, как ралли по фунту продолжается. И в буквальном смысле около 30 пунктов сейчас не хватает пари фунт-долларов для того, чтобы протестировать обозначенную и выставленную ранее цель. Это 1,34. И мы не отказывались от того, что рынок по данному тандему варьевых активов сможет добраться до этого уровня, даже несмотря на активно обсуждаемую позицию на рынке в целом, что британец обучен на еще большее снижение. Я не стану сейчас заявлять, опять же, осорпеной у рта, что фунт будет тщательно расти. Нет, я пока что делаю ставку на то, что в ближайшие дни мы с вами должны получить определенный позитив по процессу переговоров по Бринзиту. И я все-таки не оставляю надежд выжать из фунта. Ну, пусть и с уже серьезным временным вагом, потому что фунт нужно было затащить выше сразу же после прошлого решения Банка Англии в ростопроцентных ставок. Но вы помните, что тогда была реакция совершенно парадоксальная, потому что ставку повысили, а фунт при этом не то, чтобы показал какую-то волотенесть, сначала он вырос, потом упал, он к нам полетел вниз и потерял несколько пикут. Это медвежий ралли, который, может быть, стал уловкой для трейдеров, чтобы те поверили, что у фунта исключительно медвежье будущее. И вот сейчас, когда были протестированы экстремумы на донных таких значениях, непосредственные близости от 1.3, так начинают, они все-таки связывают, друзья, то, что все-таки начинают проявляться реакция, что не воздало, но абсолютно нормальные, оправданные реакции укрепления валюты на те действия, которые были предприняты банки, ставят на какой-то, на мой взгляд, крайне высокий взвод сопротивления, по этой пикпайке, по ним, в принципе, к примеру, думал, будет уже фиксировать результаты длинных позиций после касания сопротивления от 1.4. Надеюсь, что, где раньше уже смогли на ней заработать, и, ну, если, друзья, ничего страшного, не расстраивайтесь бы другие сделки и попробуем использовать потенциал роста либо оснижения сна в них. Перейдем к нефтьярке, которая, безусловно, остается для нас одним из активов, которые мы разбираем, потому что не влияет на фондовый отчасти как при состоянии нефтьярки, ставка ключевых фондовых бенчмарок. И обратно, динамик, если нефтьянка сыпется, то ухудшение настроений по стоимости сырьевого актива сказывается на таком же плохом настроении компании, которые задействованы в секторе энергетики, и это приводит к поселии капитализации всех мировых секций, став которых в ходе этих компаний. Плюс ко всему динамик для нас интересна еще и тем, что на основании того, что происходит с максимумом, мы постараемся построить инвестиционные идеи по рублю. Эта тема очень близкая для, к примеру, трейдеров и спекуляторов российского рынка. Думаю, что многих из вас тоже интересует перспектива рубля, даже, возможно, не только через спекуляции в терминалах МТ4 и прочих платформах, но и просто физически спрос на валюту, у кого-то есть иностранная валюта, доллары, у кого-то есть рубли, и вот постоянный извечный вопрос, что дальше будет с рублем и не стоит ли сейчас сделать какую-то инвестиционную операцию. Если вас действительно не интересует этот вопрос, я считаю, что пока что уже поздновато, наверное, принимать решение о продаже, собственно, рубля, и физически, только физически взять покупки иностранной валюты, потому что нужно было задуматься об этом раньше, когда курс рубля был в районе 56-57, сейчас мы торгуем в связи с отметкой практически 60, я думаю, что будем и повыше, но если вы готовы подождать несколько месяцев, тогда можете через ночь прикупить валюту против продовольных. на основании чего я делаю ставку на ослабление курса рубля, это на основании того, что вижу для Нептянки не самые заливные булицы, хотя давайте разберем подробнее, что у нас было интересного для всего сектора энергетики, то есть для бренда, для WTI. Вы знаете, то, что сейчас трейдеры обсуждают перспективу продления соглашения странами ОПЕК, энергетического факта по снижению добычи до конца 2017 года. Мы тоже не обделяем внимания на эту тему, потому что безусловно она напрямую влияет на те котировки, которые мы сейчас видим. Но параллельно с этим позитивом для Нептянки то, что соглашение будет принято и это возможно, в следующем году, может быть, чуть позже повлияет на то, что цен на денег будут выше 70. Я не перестаю повторять о наличии угрозы для эффективности этих мер со стороны ОПЕК. этой угрозой являются производители нефти, которые не обременены условиями физического парка. Это Ливия, это Нигерия и особо интересная тема Соединенные Штаты Америки. Почему на прошлой недели очень много мы говорили о Штатах, даже больше, чем мы обеспечили соглашение, это потому, что прошлая неделя буквально изобиловала отчетами и прогнозами, потому, сколько нет сейчас добывается, сколько будет добываться в ближайшем времени. Я снова повторяю вам, друзья, то, что сейчас мы работаем с прогнозом Международного энергетического агентства, который опрочит увеличение темпов добычи Штатами до конца этого года. И считаю, что в первом квартале 2018 года Штаты займут первое место по объему добычи нефи, то есть перевалил заплатку в 10 миллионов баррелей в сутки. Я повторяю вам прогноз самого ближнего восточного картеля ОПЕК, в том, что производство нефи США достигнет нового исторического максимума уже в следующем году. Возможно, пика по добыче придется на 2021 год, только на славу производство будет проходиться 8 миллионов баррелей в сутки. И это, можно сказать, независимо от центра, не предвзятое, беспристрастное, а чисто по реальным показателям, которые есть, и, скорее всего, то, что будет. Я не устаю повторять вам прогноз администрации медицинской информации уже непосредственно США, которые практически на протяжении всего 2017 года из месяца в месяц делают эти прогнозы, подали в цель. Сейчас на декабре мы с вами ждем еще плюс 80 тысяч в сутки. Сейчас показатель по добыче около 9,7 миллионов. Соответственно, добавляем еще 80-100 тысяч, получать уже 9,8 миллионов. разве при таком показателе не стоит задуматься, допустить тот факт, что штаты сейчас как никогда близки к плану 10 миллионов. Ну, что им стоит вы видите на этот показатель? Лишь сохранить текущий темп еще на покажении несколько месяцев дальше. Я постоянно говорю вам, друзья, о том, что нужно обращать внимание на количество нефтяных терминалов, которые очень являются важным индикатором активности станцев производителя количества терминалов. Не то, чтобы неуклонно растет, увеличивается число, увеличивается эффективность использования этих терминалов производительности, которые, как многие считают, трое возросла в сравнении с этой производительностью, которая была, скажем, год назад. Мы видим, как активность сейчас вводится в эксплуатацию. Ранее разведанные муровые, они, в эту статистику не попадают, но при этом они когда-то были учительны, и сейчас трейдеры, которые разбирают только эти поверхностные отсчеты, они забывают про то, что есть еще такая оставляющая сланцево-паровых, как разведанные, но не введенные в эксплуатацию. Мой проект не забываем. И я, когда есть уже подтвержденная статистика, вам говорю, что такой-то пациент по изменению не имеет места быть, и терминалов все больше и больше, и исходя из этого, мы с вами настраиваемся на их более высокие показатели по добыче. Не забывайте, друзья, я думаю, что штаты еще проявятся во всей красе, как ребенок, который может показать деструктивное влияние на перспективы не вся. Соответственно, в случае снижения цен на нефть и ухода. К тому же, 60 долларов за баррель рубль уже будет котироваться в районе 62-63. Это цель, кстати, до конца этого года. Американский фонд Рэмминг продолжил переписывать исторические максимумы, собственно, как это делал и биткоин. На выходных работах преноменальные результаты для главного криптоактива, для биткоина, мы не то, чтобы коснулись нового локального сопротивления, мы уже в одном шаге от 10 тысяч долларов. Вы помните, что когда-то эти уровни казались немыслими, несказочными для этого актива, а сейчас многие верят абсолютно серьезно, что биткоин может стоить и 100 тысяч долларов. Если вы спекулируете гриптоинструментами, самое время, скажем, поезд еще не ушел в некотором случае, но самое время задуматься о том, возможно, стоит пытать удачу там, а не на привычных устоявшихся активов рынка опора товарного средства. Может быть, крипторынок это тот рынок, точно поможет доработать. Вы подумайте об этом, друзья, я вас приглашаю, как и всегда, на наши брифинги, которые проходят каждый день по московскому времени, когда что-то интересное происходит на рынке криптоактивов, особенно если движение связано с каким-то интересным фундаментом, я с удовольствием вам об этом рассказываю, делись со своим видением, своим мнением того, что случилось и что может дальше произойти. Кстати, у нас был прогноз, что биткоин может добраться до парки в 10 тысяч, тем более впереди, как вы знаете, запуск на очкарской бирже ключевых контрактов на биткоин, которые априори будут связаны с притоком дополнительных трудностей со стороны тех же самых инвестиционных банков, которые ранее не имели возможности работать с притой, потому что это активы, которые находятся в нерегулированном пространстве. Вроде как очкарская биржа, биржа гермативов, это то, что уже функционирует на абсолютно законах основаниях и те контакты, которые находятся в печени доступных для этой биржи, тоже попадают, укладываются и соответствуют определенным законам, ранкам. Но здесь тоже нужно понимать, что законность легитимной регулированной рамки рынка криптоактивов это очень больная тема. Я думаю, что копаться в них не нужно, потому что вы знаете вообще, в чем суть криптоактивов и в чем фишка в плане безопасности биткоина и почему биткоин собственно процветает. если уж подняли вопросы об новых ключевых контрактах, я думаю, что неспроста. Тоже согласен, что если есть такой колоссальный спрос на этот рынок, на этот инструмент, его нужно удовлетворять на высокоорганизованных, ликвидных и надежных площадках, а не оплодить крипто-биржи, которые как грибы растут и многие к сожалению до сих пор отражают обманывать спекулянтов и инвесторов, которые присоединяются к этим сообществам биржевым. Поэтому, друзья, если вас интересует рынок криптовалют, я думаю, что вы молодцы, большие, потому что не интересоваться им сейчас по меньшей мере глупо, но самое главное, надеюсь, что вам удается не просто не рисовать, а еще и зарабатывать. Более-менее интересные отчеты на прошлой неделе стали появляться уже ближе к среде, из-за того, что в четверг был день в Багдане, у нас основные релизы были подготовлены до этого. Заявлены пособие под заработки 239 тысяч против прогноза 240 тысяч. Заказан товар длительного пользования, тоже очень важный отчет, к сожалению, немного разочаровал он, меня в том числе, минус 1,2 против прогноза ростом на 0,5%. А вот Мичиганский индекс доверия потребителей, это своего рода тоже локальный компенсатор, он немного смельчил картину в целом и выпрыгал ситуацию. Были, конечно же, надежды, то, что доллар отыграется и покажет какой-то рост, но, к сожалению, американская валюта как находилась в продавлении, собственно, так и продолжала это делать. Причина, по которой доллар продавали, ну, основная позиция, почему именно американец оказался под съездным прессом, это протокол последнего свидания американского регулятора, который вышли тоже в среду, несмотря на то, что они еще раз подтвердили то, что декабрьское повышение процентной ставки это практически решенный вопрос, тем не менее, очень много плохого негатива было сказано про инфляцию. Но, возвращаясь к этому индикатору, вроде бы, как и Джанет Елен еще два месяца назад говорила, что инфляция, да, на текущем этапе слабая, но она будет расти. И инфляция это не единственный показатель, за которым ФРС. И сейчас вот опять 25. ФРС оциклит с центром показателей и все решения, которые касаются ставок, они снова базируются в токном показателе инфляции. Друзья, это вывод, который заставил меня сейчас сделать сам рынок. Но я все-таки исполняюсь в позу того, что американский регулятор будет более проактивным. И действительно в поле зрения регулятора находится куда больше количество параметров, чем может показаться на первый взгляд параметров, которые в конечном счете и влияют на политику процентных став. Поэтому, если вы знаете, знакомы с моим аналитическим почвом, вы наверняка помните, то, что я такой острый, рьяный, ладость идеи того, что доллар должен стоить дороже, чем стоит сейчас, доллар должен расти. Хотя бы, потому что ФРЭС не то, чтобы остается 100%, остается на пути более высоких процентных ставок и будет повышать ставки дальше. Никто, не смягчает экономическую политику. И у нас уже есть дополнительные, правда, еще потенциальные триггеры роста доллара. Это самый главный из них реализация налоговой реформы. Мы пока ее никак не можем дождаться, хотя уже целый год прошло. Не знаю, куда смотрит Транп, почему он до сих пор не задействовал те административные ресурсы, которые есть в него, чтобы протащить эту реформу. Но, с другой стороны, если ее нет до сих пор, может быть, это еще один комплимент настоящему демократическому устрою Соединенных Штатов Порнии, где мало может прорезать всем заинтересованным в СПО. Это действительно необходимо. Вот теперь Трампу приходится доказывать, что с этой реформой экономика США сможет не то, чтобы жить, а даже процветать. Но, пока что доказательная база у него не очень хорошо сказаться, потому что реформы до сих пор нет. Но мы с вами ждем, друзья. Напомню, что следующим этапом по налоговой реформе является голосование в Сенате, после этого документы от Палаты представители будут сводить в Конгрессе. И, может быть, что-то хотя бы на этом он не родится позитивно для долга. По поводу инфляции поговорили, по поводу протоколов тоже поговорили. Можно сказать, что краткосрочно протоколы были жесткие, но в плане темпа повышения ставки на 2018 год, если теперь ПРС будет сносить за инфляцией, находится на низком значениях, здесь уже риторика была более мягкой. Из-за других важных событий темп экономического роста Англии. Полтора процента в годовом выражении на 160 процентов в квартале, все в соответствии с ожиданиями. Но то, что статистика не была пересмотрена в худшую сторону, это позволило сплотить покупатели вокруг этого актива и помогло подрасти. Мы коснулись планки 1.30 и продолжаем сейчас расти, отстраиваться от этого значения. Евро продолжил позже восстановительную динамику, добрался до недельного хая, который был запасирован выше даже отметки 1.19. Помогли собственно европейской валюте еще куча блока сильных данных особо. Я хочу отметить актизм отлиплость 117.5 против 116.8. Это между прочим рекордный показатель. Это показатель доверия бизнесменов экономики это свидетельство того, что они с оптимизмом смотрят в будущее. Но снова сделаю ремарку то, что показатель, с которым мы работали по ИПО, это результаты опроса, проведенного до того, как стало известно, что Меркель не смогла смигровать правительство со свободной демократической оплатой. То есть еще до того, как стало известно, что Меркель в этой инициативе употреблял полный крах и пиад. Возможно, настроение в связи с этим теперь упустится. Поэтому посмотрим за следующим днем. Он через две недели получается у нас. И если расчет окажется уверен, то есть предложения будут оправданы, в этот раз рифа будет хуже, чем в прошлом месяце. Но все-таки основная причина роста евро, я уже отметил в начале нашего вебинара, это слабый донер. Хотя американская валюта не выкарапится со своих слабый евро мы с вами не увидим. Также, друзья, еще хочу отметить статистику по роничным продажам в Канаде. 0,1% против прогноза ростом 0,9%. Очень важный индикатор. Почему? Потому что мы с вами говорим про слабый фундамент в Канаде уже буквально три месяца подряд. И говорим про низкие значения активности потребителей, говорим про слабую инфляцию. И все это сводим к одному, что Банк Канады поддерживается от следующего шага по росту процентов ставок до как минимум второго полугода 2018 года. Хотя я больше пока склоняюсь к идее, что как на минуту первого квартали мы точно не увидим этого решения, не услышим о нем. и у нас есть время с вами спалькулировать через отдельные позиции по паре USDCAT и ждать вот этот дуэт активов на отметке 1.30. Я, кстати, сегодня на рейтинге много говорил про перспективы этой валютной пары. И про канадцы продолжу говорить, потому что на этой неделе пятницу у нас целый блок статистики по этому региону. И я надеюсь, что до пятницы уже мы получим мощный такой капеллизатор для ослабления цен на нефть. И в случае снижения нефтянки, конечно же, канадцы тоже придется сдавать позиции, как и рублю, потому что для Канады крайне важный, не то чтобы жизненно важный, но очень важный сектор это нефтянка, потому что благотолучие Канады тоже зависит от стоимости населения, тем более, что Канады это тоже один из производителей нефти. Друзья, что касается событий собственно текущей недели, завтра мы начнем с вами работать уже с индексом цен на промышленную продукцию, это не что иное, как индекс цен производителей, еще одна ватная компания инфляции. Сразу советую заказываться под то, что статистика разочарует и соответственно Канадис уже завтра может оказаться по серьезным давлениям, даже невзирая на то, что доллар пока у нас отближается. То есть, для Канадца национальная статистика может оказаться более влиятельна на курсы, нежели чем на то, что показывает доллар. Я рекомендую сейчас присмотреться к паре USDCAD найти хороших уровней для открытия длинных позиций и, собственно, не мешать. Уже пора это делать, тем более, что если движения пойдут в ближайшие дни, то это движение будет довольно мощным. Дальше идем. Дорговая сессия среды. Это целый блок статистики по штатам, годовые данные по ООП, индекс расходов на лишнее потребление, выступление Джанет Верин и изменение запаса от них в продуктах. Собственно, советую тоже открыть экономические календари и посмотреть, что ожидается очень сильный, очень хороший. Кстати, годовые данные там, по-моему, привелся не в 3,5%. Вы представляете, для развитой экономики такой показатель экономического роста. Это лучшая результат для всех развитых рынков. И если данные не расчаруют, тогда экономическое восстановление штата в этом году будет не самое лучшее за последние 8-9 лет. Но если доллар и на этой статистике продолжат валиться, к нему будет очень много вопросов и не только с моей стороны. Но более интересным событием для рынка в плане даже спекулятивной реакции трейдеров это оглашение итогов заседания ОПЕК. Точно, друзья, не знаю, когда эти итоги и важные комментарии будут сделаны, либо первые половины дня среды, либо второй половины дня, либо уже в четверг, как раньше об этом говорили. Но то, что рынок придет в серьезное движение, я думаю, даже уже сегодня-завтра, это точно. Поэтому, если вы торгуете нечем, вам нужно наконец-таки определиться. Либо вы верите в то, что ОПЕК сделает что-то невероятное и действительно простимулирует рост котировок выше отметки 70, либо вы все-таки подсоединитесь к моему видению того, что происходит на рынке черного золота и позволите штатам оказывать давление на весь рынок и, собственно, так же, как позволите штатам снизить эффективность усилий ОПЕК. Я считаю, что позиция по занятию коротких позиций, точнее, села, она более сейчас привлекательна и интересна для трейдеров. Вы, конечно же, вправе принимать сами решение. Я надеюсь и хочу пожелать вам только лишь удачи. Если вас интересует моя позиция, вы знаете, что я Нитянку продаю. В четверг индекс потребительский цен по еврозоне и еще несколько отчетов по штатам личные доходы, личные расходы. Тоже у нас по ожиданиям довольно сильные цифры. Я думаю, на них можем ориентироваться. А то, что доллар имеет в рамках всей недели хорошее основание, чтобы выпрыгнуться с тех уровней внимания, на которых он торгуется сегодня. Особенно после тех потерь, которые несет доллар на азиатско-европейской торговой сессии. По еврозоне базовый неспотребительский мы с вами разбираем в точке времени того, как она скажется на риторике Европейского Центрального Банка по монетарной политике. Забегать вперед опять же не хочется, друзья. Давайте дождемся отчета в четверг и посмотрим, выросла ли инфляция либо нет. И в пятницу, когда мы с вами снова увидимся, более детально разберем этот отчет, посмотрим, где будет евро к этому моменту. Возможно, что доллар уже окраивается и вернет и обучаясь ранних врачных позиций. Если донор восстанавливается, то тогда европейский валютник явно придется возглавлять обороты по росту и снова корректироваться подгоняемые еще и политическими действиями, которые я обозначил для Германии, действиями, которые все еще актуальны. Ну и замыкать неделю мы будем тоже очень насыщен торговой сессии. Вы сейчас видите очень много оценок по статистике на целый день. Буквально с 12.30 мы с вами ждем уже статистику по инвестициям в производственном секторе. Далее у нас годовые данные по УП Канаде. И замыкать денег будет плохо. Статистике по штатам, производственной активности, разгон инфляции и отчет Бейкер ПИЛС. Тоже по штатам прогнозы указывают на то, что данные будут довольно неплохими. То есть при сохранении тренда прогрессирующих отчетов, конечно же, вероятность повышения пациентной ставки достигнута не 100% это будет еще дополнительным топливом для роста доллара. Это все оскладно, это все правильно, это ожидаемо, но нужно, чтобы только сам доллар поверил в эту статистику, потому что мы нередко видели зрение, как данные не расщаровывают, данные хорошие, а доллар не распят. Надеюсь, что эта неделя не останет повторением такой нездоровой тенденции. И такой кучи и блоку я пришел к власти о статистике, ожидаемо сильных данных может оказаться достаточно и под силу, чтобы привести к росту американского доллара. Друзья, ну и, конечно же, заключительный слайд это ориентиры по валютным парам. Мы, как и всегда, среднесрочно ставим цели. По рисковым мотивам я жду ослабления. Единственное, что прежде чем возможно пункт тоже пойдет вниз, мы сначала должны достигнуть вкладки 1,3,4. Но по доллару, как вы видите, ожидаемо роста до 112,50. Это цель минимум. А если статистика действительно по среде будет исключительно радовать трейлеров, то мы можем даже видеть тестирование с 113, с 113 против дона. Это что касается событий, целей, ожиданий. Если есть вопросы, вы, конечно же, можете задавать в облике вопроса, на них отвечу. Так, вот вижу вопрос по поводу перспективы и того, что происходило с парой евро-долларов. Я уже, собственно, поговорил о ней и продолжу это делать. Напоминаю, друзья, то, что мы с вами встречаемся не только раз в неделю на вебинарах. Я каждый день с вами в прямом эфире через перископ, через приложение, которое вы можете поставить на ваше мобильное устройство. Мы в 9.30 по московскому времени разбираем все, что происходит внутри дня текущей такой сессии и также строим прогнозы и стараемся актуализировать идеи на будущий переговорный. Завтрашний день тоже на исключение. В 9.30 вас приглашаю в прямом эфире. Будем разбирать то, что на рынке случилось сегодня. Надеюсь, информация будет вам полезна. Ну и в любом случае, друзья, у вас всегда есть возможность задать вопрос, который вас интересует на канале на YouTube под свежим актуальным бритингом. Высказывайтесь, я уверен, что к обсуждению не только я, но и прочие трейдеры, которых тоже интересует правду на рынке и интересует более приближенно к реальности оценка того, что реально творится. Потому что мы все можем иметь какое-то субъективное представление о том, что на рынке происходит. Но когда мы начинаем двигаться мнениями, у нас вот и рождается вот эта золотая сведина, истина, которая способствует принятию более оправданных и завершенных инвестиционных решений. Пользуйтесь этими каналами коммуникаций, тем более, что они создавались специально для вас, и не стесняйтесь комментировать посты, видеоматериалы, и не стесняйтесь. Друзья, на этом, собственно, всем. Хорошей вам торговой недели. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Хорошего вам закрыться текущей торговой сессии. Не теряйте подрее расположение духа, потому что хороший настрой, он нужен, чтобы спекуляции хотя бы политические были изначально обречены на упор. Я надеюсь, что среди вас есть довольно успешные трейдеры, и вы понимаете, насколько важно сохранять правильный политический баланс. На этом давайте завершать. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok